Они и рады бы жить на одну зарплату, да и ту. С нового года платят не всю. Врачи из нескольких областей Украины собрались сегодня возле Кабмина на митинг требовать свои заработанные деньги. Подробнее далее в сюжете. Зарплату! Зарплату! Несколько сотен медиков у стен Кабмина просят отдать заработанные. Ведь с 1 января врачи экстренной помощи не получили причитающиеся им надбавки за особые условия труда, за выслугу лет и спецстаж. Задержка зарплаты еще полбеды. Врачи возмущены. Чтобы получить диплом, нужно учиться 9 лет. Но в нынешних условиях, что есть диплом, что его нет, по зарплате этого не видно. Повышение минималки до 3200 гривен уравняло всех. Но ни на повышение зарплат, ни на то, чтобы просто отдать долги. Денег в бюджете нет. Хотя профильный парламентский комитет предупреждал об этом. По результатам первого квартала найти 3 миллиарда гривен в государственном бюджете Украины и надать их именно на фонд оплаты работы медицинским представителям для всей Украины. Для того, чтобы сменить ситуацию с рівняю, в которой нужно 9 миллиардов гривен. И комитет Верховной Ради охороны здоровья много разів так уж мы обговорили эту ситуацию и обратились до уряду. Люди возле Кабмина стоят почти 2 часа, но безрезультатно. Решают перекрыть улицу Грушевского. И тогда к ним выходят замминистра. Объясняют, министерство в курсе, нужно подождать. У нас есть в системе хронический брак финансового. Он хронический и он очень большой. Будь-яка медичная реформа, она не сможет отбудеться, если не будет лекарств, если не будет квалифицированного медичного персонала в лекарях. После переговоров с инициативной группой в Кабмине обещают как можно быстрее передать законопроект в парламент. Врачи расходятся, но если не увидят изменений в бюджете, обещают вернуться с акциями протеста в конце июня, до того, как депутаты уйдут на каникулы. Павлина Василенко, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер.